Девушки отдыхают К вам пришел Джордж Коупсграйндер Фишер, вокалист Монстросити На перестройку музыки и лирики было мало времени Насколько это было сложно для вас? Не, не суперсложно было проще, так как мы переехали в Тампу за полтора года до этого Мы репетировали с Джорджем, готовили новый песенный материал, репетировали с Джорджем и готовились А потом раз в неделю мы записывались с продюсером Скоттом Бёрнсом Мори Саунд Сессии записи дробились с нами на определенные отрезки, вместо того, чтобы постараться все записать за одну неделю Мы могли работать один полный день примерно раз в две недели Примерно за три месяца мы написали тексты всех новых песен и все записали Хорошо, что на тот момент музыка была уже готова Да, на написание всех полноценных текстов ушло около трех месяцев Чтобы Джордж полностью влился в работу, ну и так далее Да, ему пришлось не сладко, с учетом сложившихся обстоятельств, как он вливался в нашу группу И нам было сложно переписывать все тексты, плюс работать снова для нас музыкантом Мы были ограничены по времени Конечно, если бы мы в Тампе не жили, мы бы в подобные сроки при таком рабочем графике просто бы не вписались, не справились Вы в курсе, что Каннибалы на пару с Морбид Энджел, самой известной группой здесь в Чили? Приятно слышать Мы были не в курсе, но теперь знаем Да, это хорошо, хорошо И вас радует? Да, конечно, это здорово Джордж, твой голос идеально подходит для группы Как вам удалось связаться с Джорджем после ухода Криса из группы? Как нам удалось связаться с Джорджем? Ну, мы ему просто позвонили Алекс позвонил Джорджу На тот момент мы уже были с ним знакомы, поэтому знали, как с ним связаться И когда нам понадобилось с ним связаться, мы это просто сделали Это было очень просто, взяли, подняли телефон и трубку, и ему позвонили И он был нашим главным выбором, других вариантов не было Ты был знаком с ребятами, и у тебя был их телефон? Да, я знал, я знал гитариста Роба Барретта уже около шести или семи лет Еще со времен Монстросити Наверное, Алекс попросил мой номер у Роба и позвонил, чтобы сделать предложение присоединиться к группе Ну, а все остальное, как говорится, уже история Нам, клоун, копирка Криса Барнса был не нужен Нам был нужен Джордж, мы знали, что у Джорджа был грубый и брутальный вокал Но со своим особым характером Но, тем не менее, он бы справился с нашими старыми песнями и весьма убедительно Честно говоря, сейчас иногда многие путают голос Джорджа с голосом Криса Потому что Джордж со своими обязанностями справляется просто отлично Не хочется повторять одно и то же снова и снова На мой взгляд, тексты песен начали становиться слишком однообразными Каждая вторая строчка про гнильон и все такое Я ничего не имею против Криса, но теперь это нечто большее Взять текст той же песни «Резня с колотыми ранами» Это чисто кровавая тема, или песню «Пытаю и от этого кончаю» И есть такая песня, как «Кровавая земля», которая больше похожа на ужастик И не делает акцента на кровавую тематику Кровавой тематики в лирике тоже хватает, но она не настолько жестока Она скорее такая психологическая Да, это скорее такой ужастик Наверное, у нас и дальше будет еще таких несколько песен С подобной лирикой на новом альбоме Но с добавлением тех или иных извращенных убийственных поворотов сюжета Кто автор песни «Монолит»? Алекс А ты и Пол? Это одна из моих любимых песен, она великолепна В ней вы еще в конце орете «Каннибалы» Да, как уже об этом сказал Джордж, мы по-прежнему хотим сочинять много для нас нового Может быть, чаще на психологические темы Но вместе с тем мы все так же хотим, чтобы у нас были песни О пожирающихся подряд и захватывающих этот мир зомби Да, это здорово, в этом вся творческая суть, Каннибал Корпс Живые мертвецы? Да Вы любите смотреть кровавые ужастики? Да, я часто такие фильмы смотрю Я нашел в Тампе хороший видеомагазин Там множество фильмов таких режиссеров, как «Луччи Филуччи» и «Даррио Анджента» Итальянские фильмы А еще мне нравятся картины такого итальянского режиссера, как «Умберто Ленце» Заставь их медленно умирать Да, и еще мне нравится такая классическая картина, как «Холокост Каннибалов» Я задал вам этот вопрос, потому что наша программа предназначена для любителей ужастиков Поэтому они хотят знать, какие фильмы вы смотрите Да, много всего Я посмотрел, наверное, уже штук шесть или семь фильмов «Луччи Фульчи» Ту же картину и «Нью-Йоркский потрошитель» Еще «Седьмые врата ада» А вот фильм по ту сторону я еще пока не смотрел Так же, как и все его фильмы о зомби в оригинальной, не отредактированной версии Все это классика Вот совсем недавно я посмотрел его фильм «Черный кот» Лучший классный режиссер и один из моих любимых Жаль, что в прошлом году он умер Да Честно говоря, в прошлый раз мы пробыли здесь, в Буэнос-Айресе, всего один день Отлично тогда отыграли, а на нашем концерте собралось около трех тысяч человек И мы помним, что фанаты были очень нашей музыкой увлечены К сожалению, как я уже сказал, мы побывали у вас очень недолго Жаль, что у нас не было времени провести в городе побольше времени, да и в других местах вашей страны Потому что здесь живут очень милые и замечательные люди У вас очень красивая страна В этот раз мы провели здесь больше времени, и это не может не радовать При этом я уверен, что предстоящий концерт будет таким же убойным, как и в июле 1994 года Когда мы к вам первый раз приезжали На концерте в Сантьяго, в Чили было круто Собралось три тысячи, четыре тысячи человек Все угорали по полной, зрители прыгали в толпе, перелетали через ограждения Слымились, а еще что-то там скандировали Я так понимаю, что на концертах в Южной Америке это уже устойчивая традиция А именно скандировать «Каннибалы» Это было очень круто, мы отыграли отличное шоу Поэтому я думаю, что сегодняшним вечером все пройдет так же отлично Мы выступаем в приятном месте, и я надеюсь, будет полный аншлаг Достойный уровень для «Смертельного металла» Понятно, что сейчас в нашей группе поет Джордж Именно в этом и состоит основное отличие Нам хочется думать, что в музыкальном плане мы стараемся в написании песен продвинуться немного вперед И по мере того, как мы сочиняем лучшие песни и чувствуем, что эти песни самые сильные из всех написанных нами на данный момент Самой важной переменной для нас я мог бы назвать приход в группу Джорджа Потому что когда мы сочиняли песни для последнего на сегодня альбома Они были написаны изначально без учета вокала Джорджа Потому что на тот момент в нашей группе все еще был Крис Мы его выгнали на середине записи В итоге нам пришлось переписывать тексты песен и просить Джорджа новую лирику разучить Расскажи нам, что же произошло с Крисом Как я уже рассказывал, мы пошли в студию записывать альбом И на тот момент Крис уже был готов к работе У него имелись тексты новых песен И он был готов в своей вокальной партии записывать А когда он начал записывать песни, мы жестко обломались Нас его работа не устроила Для нас это был уже явный перебор Так он и тексты писал? Да, тексты всех песен Нас его лирика совершенно не устраивала Как и не устраивал его вокал Нас не устраивало, как он выстраивал свои тексты Как расставлял в лирике слова Нам было нужно многое поменять А он ничего менять не хотел Он думал, что у него все отлично получается Будь его воля, он бы и дальше пел в выбранной им манере Ему все это подходило Это понятно, но не годилось для всех остальных Для нашей группы За прошедшие годы у нас было множество разногласий Нас не устраивало, как Крис занимается менеджментом нашей группы И как он принимал множество самостоятельных решений Которые могли негативно сказаться на внутренней динамике группы И на наших отношениях И в какой-то момент мы поняли, что нужно что-то менять Что нам необходимо найти того, кто сделает нашу группу только лучше И в итоге мы с Крисом попрощались Мы выступали в Северной Америке с такими группами, как Misfits, Antrox А еще и половина тура с Life of Agony Концерты для большой и новой для нас аудитории Перед теми, кто обычно не пошли бы на выступления Cannibal Corpse Эти концерты пошли нам на пользу Множество фанатов Misfits, Antrox, плюс фанаты каннибалов Это было классно Misfits отличные ребята Antrox очень радушные И им нравится наша группа Все прошло очень классно Мы считаем, что в нашей группе подобный совместный тур пошел только на пользу В этом туре участвовали 4 разные группы Данные гастроли могли обернуться настоящей катастрофой и тотальным безумием В зависимости от того, как публика будет встречать каждую из групп участниц такого совместного тура Но я считаю, что все поладили Было несколько случаев, когда некоторые могли размахивать там бутылками, ну и так далее Но по большей части мы провели просто прекрасные турны И я думаю, что оно помогло показать и доказать, что дедметал-группы могут гастролировать с группами других жанров Могут держаться отдельно и извлекать свою выгоду участия в более масштабном турне Джордж пел в составе группы Монстросити А барабанщик и лидер Монстросити Ли Харрисон живет в Тампе В одном с нами городе Поэтому Джордж мог часто бывать в Тампе А наш гитарист Роб Барретт на самом деле живет с Ли Поэтому нам было легко Джорджа разыскать Так что нам осталось лишь позвонить ему и пригласить пять в группу У Роба уже имелся мой телефонный номер И мы обсуждали перспективу совместного стороннего проекта Вне рамок Монстросити и Каннибал Корпс Одним словом у Роба был мой номер, когда я жил в штате Мэриленд Да, я родом из Балтимора И он мне позвонил, но в общем-то ребята мне сами позвонили Взяли мой номер у Роба Потому что в свое время я дал свой номер Робу Ведь я с ним знаком с тех пор, как впервые приехал во Флориду И пел в Монстросити А Роб был гитаристом в своей группе Солстис Я считаю, что потенциал нашей группы до конца еще не раскрыт В плане творчества у нас богатое воображение Мы все фанаты ужастиков и кровавой тематики в целом Ну фэнтези там и так далее Реализовать свои творческие устремления через тему ужасов и кровавого месилова можно по-разному И как я уже рассказывал о Крисе Крис Барнс написал множество текстов песен Но он явно увлекся, что называется палку перегнул На многих песнях с таких альбомов, как «Забитая природа» и «Могила изувеченных» Много одинаковые, одномерные, однотипные лирики А да, ведь так хочется разнообразия Именно Поэтому если вы послушаете песню с нашего нового альбома «Вайл» И прочитаете тексты песен с «Вайл» Так вот они все разные и по своей тематике свежие Вся эта лирика была написана музыкантами нашей группы Поэтому когда выйдет наш следующий альбом Да, кстати, для «Вайл» я написал только две полноценные песни Но у меня имеется в запасе еще несколько Я умею сочинять У Алекса и у Джорджа у нас у всех есть множество песенных идей Которые не повторяют нами уже пройденное Но при этом все равно остаются жесткими и крутыми Поэтому у нас впереди еще куча творческих свершений От нас стоит ждать еще больше песен в стиле такой темы, как «Блэд Лэнс» Которая по своему содержанию больше похожа на историю ужасов В то время как раньше многие тексты были написаны на тему чернухи, крови, убийства и смерти Нет, это не так уж и плохо, и стоит ждать тематического продолжения Но все говорит о том, что теперь мы в большей степени будем делать акцент на песни в стиле хоррор На тексты в стиле разных там ужастиков Да, такой оживший в лирике ужастик в формате песни Редактор субтитров А.Семкин